так продолжаем смотрите что получается и получается так я слышно меня не понял смотрите что получается если я могу просто убрать кровать с геопатогенной зоны мне стекла не нужны тогда получается это надо для человека которого не которому некуда переставлять у него вся квартира геопатогенная зона давайте так сейчас секундочку так смотрите попробую еще раз объяснить если у меня допустим геопатогенная зона квадратный метр я просто сдвинул кровать тогда получается ваш совет со стеклами относится к тем у кого вся квартира геопатогенная зона давайте это все уже пройдено значит кровать таскать бесполезно потому что зоны перемещаются постоянно место найти практически невозможно и они очень маленькие участки там 50 на 50 сантиметров кровать таскать это было у меня тоже молодости таскал но зона перемещается ночью во-первых ночью зона пять раз сильнее чем днем значит и перемещаться зону со скоростью 4 сантиметра за пять минут в общем сантиметра в минуту и вы ничего не выиграете через час значит зона будет опять над под вами да внимательно слышу вот снова набрать давайте наберу еще раз ваш номер нет зачем но я слышу хорошо ну я вас плохо слышу хорошо меня слышите это значит это бесполезно таскать кровать и вот смотрите в лесу допустим почему елки растут так хаотично почему поляны пустые значит поляна это сплошная зона на которой смертельно спать и находиться между елками почему другая не растут деревья потому что это зона вот дерево вокруг дерева и сама в самом под деревом зоны нету примерно на 5 сантиметров от коры 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 не уходят уходят только чисто место от чего остальное в лесу эта зона сплошная и там поэтому елки елки и березы другие не растут поэтому причина в вашей квартире там сплошная зона найти хорошее место это очень сложно я не находил ни одной квартиры где было чисто допустим участок нет на 2 метра чтобы человеку лечь так что нужно искать место этот способ защититься от него вот способ значит обыкновенно стекло размеры ну вы можете мне сколько вас деньги подавлять нет на два метра купить но это как тяжело такой пакет вот оконный пакет там два-три стекла это роли не играет толфина сильно не играет стекла это роли защиты расстояние между стеклами можете вот это значит рука есть пакетом один один сантиметра два сантиметра можно друг на друга положить стекло но только чтоб между стеклами не было влаги и это иначе эффект теряется значит защитная сила этих двух стекол по высоте по высоте от стекла от плоскости стекла 90 сантиметров этот днем и примерно сантиметров 50-60 ночью потому что изучение ночью в пять раз больше чем в нем и поэтому это как вот забор стоит и ветер в нем дует за забором значит на расстоянии двух метров допустим забор двухметровый на расстоянии двух метров уже опять снова ветер так вот это значит излучение выходя из земли она упирается в стекла в одно стекло прошиваться второго отражаться и как ветер снова сходится на высоте 90 сантиметров этот днем и примерно 50-60 метров ночью если стекла вам дорого покупать можете просто обыкновенный поликарбонат взять любой толщины можете начиная там а 4 6 этих миллиметров кусок карбоната значит положить вот может даже под матрас прямо но чтобы он был не измят карбонат поликарбонат который теплицы делают эффект тот же 90 сантиметров но все равно ощущение знаете стекло лучше держит и когда спишь на стекле как младенец лариса и просто спишь просыпаешься пописать все дела и спи дальше насыпаешь хорошо ничего не болит башка собрать нормально но только чтобы стекло как можно было ближе к телу туда быть по высоте она у вас будет защищать иначе ночью эффект падает до 50 сантиметров если вы лягете на бок то допустим рука которая была сверху или плечо он вас запалит если плоской он нас перекрывает так что нужно сделать как вот вернув коробку такую значит с одной стороны зашить такие выбрать четверть в этих брусках с одной стороны зашить и значит допустим фанерой там любой толщины это 6 миллиметров 7 минут положить внутрь эти стекла лучше конюю цельные но если из кусков что-то она специально тоже значит схему просто так стекла тоже бесполезно вот они вытекают это излучение вытекает из шелей уже по специальной схеме которую разработал давайте теперь так почему я вас перебиваю я уже понял что вы для меня человек необыкновенный вот это было бы все вопросы зададите теперь я должен задавать вопрос я понял понял как вас зовут правильно вы нашли рамкой но дело-то в том что как защитить пчел от этого излучения вот тоже простое стекло два стекла кладете значит в улей или под улей значит это если прямо под еще улья или в улей прямо кладете и два стекла может проблема то в том что улья это температура сверху пчел тепло а снизу холодные получатся как пленка я с этим долго тоже мучился почему пчелы все равно сначала это хорошо все развивается и матки возвращается и рай не улетает и пчелы еще не развиваться не отриносят а как только значит появляется эта пленка всего такая тонкая водяная эффект исчезает так хорошо дайте мне все-таки слово сказать я понял так вы продвинулись дальше но дело в том если вещи которые люди будут делать мы же не для себя снимаем фильм а для людей смотрите возвращаемся опять если я патогенные зоны я оттуда убрал улей на чистое место вы считаете она все равно нечистое то есть как бы я сам нет чистое место найти вот допустим у меня участок 40 соток 40 соток я не знаю куда посадить яблоню или поставить улей на этой площади и там вот ограничено посадил меня 20 яблоней причем 20 груш и больше нету места нету чистого места я тоже сначала так же не поступал начала таскал значит ульи начистое место но это началось в 2002 году искал я шесть лет этот вопрос решал удач что я решила путь со пчелами ничего я там таскал таскал 10 лет я узортовался но потом опять система такая вот перетащил на чистое место если зона то было постоянно как вот иногда в лесу елки растут 50 лет потом раз подходит зоны и дерево засыхает или яблони меня прорастли значит 20 лет и через 20 лет они засохли причина там типа вода близко грунтовой водой но ничего подобное зона подошла и дерево 20 лет на одну зиму и посадил ты допустим яблоню она начала чахнуть в чем причина опять там то значит не при удобрении то просто ты посадил место пересадил его на полметра в сторону и все но дело в том что это была постоянно но это меняется они их 4 separated с вода до том и завтра нету и весело цветно это было не тр crianças это время я это палюк я этого людей учу начали рамки потом посадка насчет того, что гипотогенные зоны двигаются, возможно, в одних случаях вы правы, а в других нет. Почему? Потому что у меня сад большой, и ничего не двигается, и ничего не умирает. Там, где сразу намерил зоны, так они и остались. Дело-то вот в чём. Это в разных местах я тоже... Почему-то, допустим, полтора миллиона семей сдохло в России, а у одних они сдохнуты, а у других нет. Я приезжаю, ну, пасеку, допустим, проверяю. Вот человек, значит, имеет 25 семей. Значит, кто подставки расставлял? Внук. Внук вышел, значит, и раскинул 25 колёса от машины. Это подставка для улей. Не пчеловод, а внук раскинул. И как он раскинул? А просто так произвольно раскинул. Из 25, значит, сдохло 5 семей. 20 осталось. 20 подставок он угадал, а 5 подставок не угадал. Я обследую этот 15... Он говорит, что мне вот на яблони куда-то посадить. Я обследую 15 соток. И на 15 сотках оказалось именно вот 20 мест этих, которые угадал внук. И я ещё нашёл одно место, значит, куда посадить яблони. А остальное всё сплошная зона. У другого приезжаю, значит, тоже. 40 соток держит, значит, 20, значит, 2 семьи. Значит, 2 сдохли, а 20 осталось. Я говорю, кто подставки расставлял? Она говорит, я. Ну вот возьми сейчас, даю подставку, подставку, куда ты хочешь. Вот произвольно ставь. Она ставит, значит, подставку. Получается зона. Это, знаешь, как-то вот, я не знаю, то ли сверху, как-то так кто-то управляет нами. Она в одно время может подставить, поставить и угадать. Или вот садят помидоры в теплице. Женщина садит помидоры. Она посадила уже, это, корней 30. Значит, я проверяю. Она вот угадала все, допустим, 30 помидор и в зону не посадила. А тут пропустила участок на 2-3 помидорины. А почему ты пропустила? А не знаю. Понимаешь, это что-то и... Я вот, допустим, не угадываю. Как это? Как говорят кошки угадывают. Женщины тоже угадывают. У меня жена... Так, он отключился. Почему? Сейчас я проверю свое, если не это самое. Нет, у меня зарядка есть. Наверное, у него деньги кончились. Сейчас я ему позвоню. Сейчас я его... Видели? Как сложен мир? Видели? Вот. Я в себя питаю любую информацию. Потом профильтрую. Вот. Потом. А пока записываю все подряд. Так, вот он, телефон его. Алло, алло. 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 Так, продолжаем разговор. Представьтесь, пожалуйста, наконец-то. Николай. Просто Николай. Что, как нарываешь на какого-нибудь экстрасенца? Или обязательно надо это, секретничать? А я жил за Валерий Константинович. Город Сайногорск. Десятый микрорайон. Дом 2. Почему нельзя сказать фамилию? Ну, ладно, дело ваше. Вашу, да. Вашу. Ну, в смысле? Что, я открою вам фамилию Корчевкин Николай Леонидович, пожалуйста. А, ну все тогда. Только я не расслышал. Как? Еще раз фамилию. Никаких проблем. Еще раз фамилию. А? Еще раз фамилию. Корчевкин Николай Леонидович. Корчевкин, да? Хорошо, вы для меня, как сказать, штучное изделие. Я должен знать, с кем дело имею. Нет, я просто... Вот эти все пирамиды, все эти, значит, там, намотка проволоки, магниты. Я просто испытывал все это ерунда. Мы с вами одной крови все попробовали, да? Да, я этим просто... Мне приходилось по... У меня, значит, первый всегда способ. Почему? Если что-то случилось, я знаю себе вопрос, почему. И пока не найду ответ, я все ищу. Так, смотрите, я вам долго не мешал говорить, я хочу кое-что уточнить. Итак, смотрите, под землей идет подземная труба, рамки реагируют, потому что разные излучения у этой же железной трубы и окружающего грунта. Раз. Значит, идут любые эти самые, идут электрокабеля, тоже рамки реагируют. Это все я, электрокабеля я нахожу, значит, трубы нахожу, рамки, просто нет, мне было интересно защита от геопатогенной зонки. Так вы меня дослушайте, почему я сюда завел разговор. Трубу не переменишь никак. И электрокабеля, на которые мы реагируем, не дай бог, мы будем прямо под землей кабель, а вы тут спать легли, прямо над ними. Мы ничего изменить не можем, согласны? А это сплошь и рядом, сплошь и рядом. Я еще не все сказал. Подземные грунтовые воды, они на разных высотах, в разных местах. Смотрите, лес, густой лес, и вдруг поляна, а на ней ничего не растет. И я на это, мой козырь, и это ваш, оказывается, козырь. А под ней, оказывается, кругом до воды 40 метров, а именно под этой поляной, там глиняная линза. А над линзой стоит лужа, ну, подземное озерцо. Вот у вами ничего не растет. А можно ли считать эту подземную линзу смертельно опасной для человека? Не в этом вопрос, значит, что там стоит, ни я, ни вы, ни... А, нет, это очень важно. Ведь это же на этой поляне можно ставить дом или нельзя? А мы же не знаем, там просто подземная лужа на глиняной линзе стоит. Или там действительно это идет, как он называется, этот самый, трещина в земной коре и смертельное излучение? Ну, нет, я из-за чего и спрашиваю, я думал, что вы что-то придумали, нашли, как защитить живое... А я и не думал защищать, кроме того, переставил и все. Дерево в это место, гиблое место, деревья не садятся. Я это таскал лет 10 назад, таскал свою, у меня диван на роликах стоит, я катал его по самой комнате. Но дело-то в том, что зона-то, я говорю, перемещается. Одни-то зоны есть постоянные, это очень маленькие участки, которые, значит, постоянно стоят на месте. Допустим, улей можно поставить, можно дерево посадить. Ну, они очень маленькие, а человек, наверное, примерно метр, на два метра, и такие площади, я не встречал, чтобы они были свободные. Так что, можно, допустим, на этой поляне поставить дом, если ты нашел способ защититься самому от этого излучения. Ну, и нашли какой-то способ защитить, как я, допустим, познакомился с одним экстрасенсом, он изобрел там прибол электронный, я говорю, защищаюсь. Ну, я давай ему, давай проверим. Пришел у него диван, проверив, положи свой аппарат на свой диван, если ты защитишь его, то хорошо. Ну, и что там, он еще доктор, как наук там, ни хрена ему не помогает, никой, это ничего не перекрывает. Это поле, оно не электронно видит, это как бы корпус скулярный какой-то поток такой, он, вот, допустим, я лежу на диване, или сижу, вот сейчас я сижу, значит, на месте, которое, оно, конечно, перемещается, там, допустим, в течение часа эта зона, но я сейчас сижу в хорошем месте и с вами разговариваю. Если я сижу, допустим, да, и зона подходит, я, значит, в микроволновке весь там начинаю нагреваться, я просто не жарко, у меня всего живет, все тело. Или я сплю, допустим, когда спишь на этом, даже, стекле, и я вот недалеко от тела положил, то, вот, допустим, делал у меня, это, операция по, значит, грыжу поповую, защивали, и там подложили сетку, она сетка пластмассовая. И, значит, в глаз поставили мне линзу, допустим, и когда я лежу, и зона приближается ко мне, то эта у меня сетка начинает нагреваться, я чувствую, она просто в теле горит у меня, и линза в глазу тоже, она нагревается, я чувствую, что она нагревается, я просто, напросто, или, значит, в другое место ищешь. Тут ничего не поможет, значит, стекло мое лежит далеко от моего тела, и искать, допустим, место, я тут же пять секунд найду, передвинул диван, сплю, но это ненадолго, это, допустим, в течение часа зона опять подойдет. Она перемещается, говорю, со скоростью, зоны, которые непостоянные со скоростью, один сантиметр в минуту такой скорости перемещается. Перетаскать диван бесполезно. И они перемещаются еще осенью и весной перемещаются. Допустим, постоянно, когда бывает целый сезон, целое лето, пчелы все нормально развиваются, а осень подошла, там, 15 или 10 августа, и пчелы сдохли. Проверил, все, зона подошла, все узи оказались в зоне. Это-то раньше я, значит, спасался где-то в течение, вот, это началось, это в 2002 году такие зоны перемещаться начали, появляться, точнее, появляться они начали. Раньше-то вроде было чистое место, а потом начали участки такие появляться, где-то, ну, 2 на 2, 2 на 6 метров такие. Потом, значит, началось сплошное, и сейчас, ну, допустим, пасеку поставить, проблема найти место, где поставить пчелы. И я пошел дальше просто найти, значит, способ защититься от этого излучения. Сейчас перебью, 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 заканчивается вторая 20-ти минутка, отключаюсь и включу снова.